Здравствуйте! Сегодня показываем в нескучном спорте. Иностранных игроков предлагают поменять на нормальный поезд в Сыктывкар. Абрамович машет рукой российскому футболу. И пляжный волейбол в Барнауле, посвященный почему-то самому Крузенштерну. Жители Коми просят обменять футболистов Локомотива на новый поезд. Общественный деятель Елена Соколова натурально направила жалобу на имя президента России. Мы выражаем протест к тому, что государственная компания РЖД тратит колоссальные суммы денег на свои корпоративные нужды, никак не связанные с основной функцией компании, в то время как происходит отмена пассажирских поездов. Целый регион остается без транспортного сообщения, пока государственный олигарх Владимир Якунин коллекционирует футбольных звезд. Многие знают, что недавно Локомотив приобрел двух футболистов Анжим у Барака Бусуфу за 15 миллионов евро, и у Васану Диара почти за столько же. А РЖД, понимаешь, отменила ежедневный поезд Сыктывкар-Москва. Теперь он будет ходить один раз в три дня. Вот и бастуют. Вот сколько примечательного произошло на Алтае у нас за эту неделю. Нестандартную, которую наша программа всякий раз мерит от вторника до другого. Ну что, Шубенков опять не дает нам покоя и передыха. Опять медаль на этапе бриллиантовой лиги в Швеции. Серебряная. Барнаулиц финишировал вслед за тем же американцем Оливером, что и в Москве. Достать видео из Стокгольма, ну вообще нереально. Там все права настолько охраняемы, что в интернет ничего не просачивается. Даже фото. Как я возьму у них, попрошу столь по телефону, они ответят мне, малчик, ты кто? Вот я и стараюсь их не беспокоить. А Сережа все равно молодец. Зюдаисты Алексей Таскин и Ирина Громова стали победителями всероссийских соревнований в Красноярске. Турнир памяти директора завода цветных металлов Владимира Гулидова отличается тем, что там награждают медалями из настоящих драгоценных металлов. За первое место вручается 30-ти громовые медали с чистого золота. Еще два призера от нашего региона это Андрей Томчук и Снежана Белозерова. Зарядка с чемпионами на центральной площади Бийска собрала не одну сотню спортсменов и любителей здорового образа жизни. До Олимпийских игр в Сочи остается меньше полугода, к ним все приурочено. Бийск один из городов России, который вскоре примет эстафету паралимпийского огня. Завершилась зарядка запуском в небо воздушных шаров. И реставрация не помогла барнаульскому «Динамо». Наша любительская футбольная команда проиграла 2-3 в Красноярске, команде с названием «Реставрация». Прежний класс наших выветривается, словно запах одеколона через день-два. Хотя одно поражение, может, ни о чем и не говорит еще. Они там неплохо в третьей лиге идут, и даже в финал Кубка Края вышли. Матч 4 сентября в Рубцовске. Более детально присмотримся к уходящему лету и самому зависимому от него виду спорта – пляжному волейболу. Для многих из них это отдых и отличная возможность отвлечься от работы. По доброй традиции турниры посвящаются событию, какой просто совпадает с датой проведения. На этот день выпали праздники день рождения Клаудио Шифер, день бразильского солдата, ну и день памяти Ивана Федоровича Крузенштерна, собственно говоря, которому мы посвящаем турнир самому известному русскому мореплавателю «Человеку и пароходу». Адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход. Соревнования собрали рекордное количество участников. В 23 команды пришлось проводить квалификационный раунд и из 11 оставили 4, добавили к 12 сильным. Правила основаны на мировых для игры в пляжный волейбол, хотя команды и со смешными названиями – Чип и Дейл, Алабама, Синий Туман, Маскарад, но здесь за ориентир берут лучших, стремясь к мировым стандартам и даже в одежде. В футболку нам изготавливал наш хороший друг Геннадий Конозов. Попросили сделать авторскую работу. Делалось на мольберте. В футболке уже 5 лет. На соревнования приезжаем, все удивляются. Приз за волю к победе получил Максим Юрин. Приз зрительских симпатий – Роман Захарченко. Правда, победе в нашем турнире в конце концов радовались новосибирцы. Мы открыли сезон очень рало. 30 апреля сезон открыли. Думаем, ну сейчас сезон начнем как следует. Потом помните, какой был май. Май снег, холодно. В июне только начали тренироваться. Только вроде бы все набрали форму оптимальную. А лето кончается. Ощущения жалко. Хотим еще лето. Лицом недели сегодня назначим уважаемого Романа Абрамовича, который сворачивает финансирование российского футбола. Владелец английского футбольного клуба «Челси» и бывший председатель Думы Чукотки с 2010 года уже в развитии этой игры в России минимально влияет на что-то. Кроме того, по данным журнала Forbes, миллиардер не финансирует и подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Источник, близкий к Абрамовичу, заявил, «Мы и не боролись». «Газпром» решил взять хозяйство на себя, флаг им в руки. Добавлю, что футбольные поля с искусственным покрытием, построенные в Барнауле, тоже связаны с именем Абрамовича, за что искреннее спасибо Алексею Смертину, который, по сути, попросил олигарха в нужный момент. Может быть, кому нравится, я пускай олигарх, а кому приятнее, я депутат, поэтому мне это не беспокоит. Выплывай, футбол родной, Абрамович не с тобой. Мы на поезд тут все копим, шо бы было, как в Европе. Это были несколько минут нескучного спорта, встречаемся по вторникам, то ли еще покажем. До свидания.